Всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем аглавном. Сегодня я для вас приготовила наряд дня в двух вариантах по запросу. Запрос был следующий. Меня попросили показать, как носить яркие рубашки или топы интенсивных оттенков, так, чтобы не сочетать их с привычным черным или темно-синим джинсовым низом. Так вот, я вам приготовила два варианта. Один более весенний, более летний, другой более демисезонный. И центром сегодняшнего наряда будет вот эта рубашка, которую я купила в магазине Banan Republic. Это достаточно fitted, то есть скроенная по телу рубашка, ярко-красно-малинового цвета. Дело в том, что у этой рубашки достаточно светлые, такие слегка перламутровые пуговицы, которые на первый взгляд делают ее несколько... несколько не сочетается с таким роскошным, почти королевским цветом рубашки, но они мне как раз и дали некую идею. Я решила сочетать эту рубашку с более такими радостными в стиле прэппи, знаете, J.Crew и так далее, стилем аксессуаров, которые бы как раз подчеркивал эти пуговицы, нежели пытаться как-то их скрыть. Итак, я одела вот такие сережки, которые я купила в магазине Forever 21. Я показывала их в видеопокупках и подарках новых украшений. Вот это украшение я вам еще не показывала, а может быть и показывала, точно не помню. Мне кажется, нет. Я его сделала буквально недавно. Оно сделала из разнообразных таких вот деталей под желтое золото. Таким образом, цвет красный, но при этом немного уходящий в малиновый, но я сочетаю его с украшениями золотистых, таких желто-золотистых солнечных оттенков, и таким же образом я подобрала пояс. Пояс сделан из кожзама, такого нежно-тепло-бежево-молочного цвета. Поскольку на мне и так достаточно большое украшение, я решила весь то большое металлическое украшение на поясе повернуть назад, чтобы оно было на спине, такая, знаете, как замануха. Так спереди он выглядит достаточно скромно и пристойно, а сзади как раз вот видно вот эту вот всю драму в стиле Versace 90-х. Ну а теперь главное. Какой, собственно, я выбрала низ? В качестве низа я выбрала джинсы, однако это джинсы светлые, с небольшим принтом, таким невнятным, немного оливково-бежево-серым принтом. Яркий цвет всегда очень выигрышно смотрится с светлыми, нейтральными оттенками. Плюс к этому добавляете какой-то принт или какую-то графику, мне кажется, это добавляет всему наряду больше интереса, больше чего-то такого, за что цепляется глаз. В хорошем смысле, конечно, я имею в виду. Что касается летнего варианта, я предлагаю носить этот наряд с такой бежево-золотистой сумкой и с Wedge Sneakers, то есть это комбинация кроссовок и, собственно, танкеток в каком-то смысле. Мне эти ботинки достались где-то пару лет назад, нашла я их в дисконтном магазине. Мне кажется, долларов где-то за 20-30. Очень удобные, очень удобные штуки, но всегда их нужно мерить. Далеко не все из них, они все выглядят достаточно удобными и полуспортивными, но, к сожалению, некоторые модели, они на самом деле очень плохо и неудобно сидят на ноге, так что имейте в виду. Я просто обожаю вот данные эти Wedge Sneakers. Я их таскаю постоянно, как только выдается возможность и теплый денек. Что касается более утепленного варианта этого же наряда дня, я предлагаю его носить с более кремовым, более в холодный все-таки бежуходящим плащом. Этот плащ я купила в Нордстреме, в магазине Нордстрем, очень много лет назад, честно говоря, не помню. По-моему, долларов за 50, он был не самый дешевый. Но он носится очень хорошо, действительно очень плотная, качественная ткань, мне он очень нравится. Поскольку плащ немножечко уводит весь этот наряд от тепло-солнечных оттенков, оттенки более розоватые, и как раз вот этот вот малиновый отцвет рубашки начинает как бы светиться через этот плащ, я решила поменять сумку на более как раз пудрово-таупово-бежево, вот как раз такой тауповый цвет, знаете, серо-бежево, слегка розоватый, и, конечно же, ботинки нейтрального оттенка. В данном случае оттенок идеально подходит к этим джинсам. Он как раз такого серо-слегка-слегка оливкового подтона. И эти ботиночки, опять же, я их тоже ношу и в хост и в гриву, потому что они подходят буквально ко всему. Таким образом, что я хотела всем этим нарядом меня показать, что нейтральные оттенки это не только черные или оттенки джинсы классической, это и бежевые оттенки, это оттенки оливковые, оттенки кремовые. Тем не менее, многие считают, что белый оттенок является нейтральным, а у меня с белым оттенком более сложное отношение. У меня такое ощущение, что не каждому оттенку кожи подходит именно ярко, выбелено, прям белоснежно-белый цвет. Я больше предпочитаю оливки оттенки типа Ivory, то есть кремовые, топленые, с какими-то полутонами, которые можно обыгрывать и заставлять их отсвечивать тем подтоном, который мне нужно в зависимости от украшений и других предметов одежды, которые я выбрала. Ну что же, давайте посмотрим, как все это смотрится вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, вот такие два варианта я подготовила для вас по запросу о том, как носить яркую рубашку с не черными и не джинсовыми предметами гардероба. Теперь вопрос к вам. Какой вариант вам понравился больше? Есть ли у вас какие-то коррективы? Как вы предлагаете считать яркие, однотонные топы или рубашки с какими-то другими предметами одежды? Если вам понравилось это видео, можете показать его друзьям, вы можете поставить оценку или поучаствовать в обсуждении в секции комментариев внизу. Если вы хотите оставаться на связи, подписывайтесь на мой канал, и тогда вы будете получать все обновления. Спасибо вам большое за внимание, желаю вам всем хорошего дня. Пока!